Продолжение следует... Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. В преддверии нового учебного года власти края задачились проблемами школ. Так, накануне они посетили несколько образовательных учреждений и оценили их состояние. Одна из школ находится в селе Тюменцево. Она единственная в районе, где дети, больше 600 человек, вынуждена обучаться в две смены. С каждым годом количество учеников возрастает, а вместительность учреждения ограниченная. Кроме того, в ближайшее время сюда планируют перевезти еще 100 детей из местной коррекционной школы. Педагоги и чиновники района попросили краевых властей расширить школу. Когда вы сказали подождать год-два, вот вы знаете, это вообще время так бежит, что два года мы даже вот без проблем. Мы вообще как бы... Иван Иванович, год-два прозвучало. Как решится судьба Тюменцевской школы, а также о проблемах других общеобразовательных учреждений в вечернем выпуске. Одна из школ края в Косихинском районе в минувшие выходные сгорела, сообщает Политсибру. Какие еще новости попали в поле зрения журналистов сибирской медиагруппы, смотрите в обзоре. На родине космонавта Германа Титова в селе Верхжилино Косихинского района в школе произошел пожар. Как сообщают журналисты Политсибру со ссылкой на МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной части утром 18 августа. Ликвидировали его буквально за 30 минут, тушили огонь 15 человек и 7 единиц техники. Полностью выгорел один учебный класс на первом этаже. Предварительная причина пожара поджег. Накануне Барнаульсу на проезжей части обнаружили тело мужчины. Известно, что это произошло на проспекте Ленина возле дома номер 134, пишет комсомольская правда Барнаул. Когда прохожие поняли, что человек мертв, они перенесли его тело на тротуар и вызвали экстренные службы. Есть предположение, что он мог погибнуть из-за сильной жары. Вероятно, в этом деле предстоит разобраться с сотрудником правоохранительных органов, добавляют журналисты комсомолки. Бичанам предлагают получить консультации по качеству детских товаров. Накануне нового учебного года с 15 августа по 4 сентября жители Наукограда могут звонить на горячую линию Роспотребнадзора и задавать вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, в канцелярии сообщает бийский рабочий. Номера телефонов вы видите на экране. Татьяна Голубева, Наши новости. Туристка из Барнаула погибла на Камчатке. Она путешествовала в составе группы из 17 человек с Красноярским туристическим клубом. По пути к Авачинскому перевалу две женщины отстали от группы. Некоторое время спустя одна из них пришла в лагерь и сообщила, что другой женщине, оставшейся на маршруте, 34-летней жительнице Барнаула стало плохо. Прибывшая скорая помощь обнаружила ее без сознания. Медики констатировали смерть от переохлаждения. Обстоятельства случившегося изучают правоохранители. В Краевой столице отметили день воздушного флота России и 52-летия со дня основания Барнаульского летного училища. Его выпускники, преподаватели и ветераны авиации прошли колонной по главному проспекту города. К шествию активно присоединялись и рядовые барнаульцы. Далее слово Александру Захарову. 52 года назад, 18 августа, постановлением Совета министров СССР было основано Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков. С раннего утра на плац училища, здание которого сейчас принадлежит юридическому институту МВД, стали подходить выпускники и гости. Здесь же состоялся митинг и возложение цветов в бюсту героя Советского Союза Константина Павлюкова. Вы видели вот эту обстановку, эту атмосферу. Люди радуются, люди общаются друг с другом, делятся своими событиями, свершениями, проблемами, которые были за прошедший год. Всегда ощущение вот такого волнения, некоторой дрожи в груди. Встречи, эмоции, радостные лица. Жены, дети и внуки, выпускников, преподавателей, офицеров и прапорщиков, служивших в училище, тоже все пребывали на плац и присоединялись к колонии. Каждый год мы собираемся здесь со своими одноклассниками, однополчанами, сослуживцами, бывшими своими экскурсантами. Очень приятные воспоминания всегда. И с большим удовольствием и с большой радостью я отмечаю всегда этот праздник. Участники митинга построить колонну и торжественно прошли по проспекту Ленина до речного вокзала. Шествие по главному проспекту Барнаула проходило в сопровождении оркестра. Летчик – это романтическая профессия, но в то же время очень опасная. Наша авиация славилась во все времена. И в такие дни, как сегодня, каждый мальчишка, глядя на этих героев, мечтает покорить небо. За годы существования училища на Алтай успели подготовить 28 полноценных выпусков летного состава и 6 героев Советского Союза и России. И наши летчики до сих пор в строю. Хочется надеяться, что когда-нибудь в Барнауле вновь будут готовить тех, кому станут подвластны бескрайние небесные просторы. Александр Захаров, Павел Лаурин. Наши новости. Чемпионат мира по бизнесу прошел в Барнауле. Ведущие предприниматели края сражались за призовые места и медали. Эту ежегодную встречу вновь организовал издательский дом «Алтопресс» при поддержке крупнейшей строительной компании региона «Жилищная инициатива». Что называется без галстуков. Каждое лето предприниматели края находят возможность, чтобы пообщаться в непринужденной обстановке. На этот раз встреча представителей бизнес-сообщества проходила на территории спортпарка Алексея Смертина. Место дислокации ежегодно меняется, а вот организатор не изменен. Издательский дом «Алтопресс». Есть повод начать какие-то контакты и контракты. И мы очень хорошо видим, что некоторые алтайские предприниматели, производители разных наших с вами прекрасных продуктов, стали лучше входить в местные сети после того, как поучаствовали в этих встречах. Крупнейшая строительная компания региона «Жилищная инициатива» постоянно участвует в летних встречах предпринимателей. Более того, она вновь является генеральным спонсором мероприятия. Добавим, что в этом году «Жилищная инициатива» отметила 20-летие с момента своего создания. За время работы компании было построено более миллиона квадратных метров жилья. Десятки предприятий общественного назначения, школы, детские сады. И такие встречи дают старт новым идеям. Мы предлагаем новый проект. У нас есть очень много пустующих площадок. Мы хотим весь город сделать вот таким же процветающим, с такими же площадками. Среди собравшихся представители практически всех сфер бизнеса. По словам уже известных и успешных предпринимателей края, ежегодно на подобных встречах появляются все новые лица. А это значит и новые перспективные знакомства. Это дает возможность в деловой обстановке решать многие вопросы просто по звонку, не обязательно выезжая и встречаясь. Конечно, документы оборот никто не отменял, но тем не менее. Очень рады встретить наших старых друзей, наших партнеров, клиентов, руководителей крупных компаний и пообщаться в такой непринужденной, очень простой, комфортной обстановке. Завершилась летняя встреча предпринимателей праздничным салютом, таким же ярким, как новые деловые планы и проекты, рожденные в непринужденной обстановке. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае ясно и по-прежнему жарко. В Барнауле днем до 28 тепла, без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Это все новости к этому часу. До встречи.